Пасхальное собрание И впервые мы провели пасхальное собрание в режиме онлайн Изначально мы хотели снять стадион в аренду Но в связи с коронавирусом у нас не получилось арендовать Поэтому впервые мы провели пасхальное собрание в режиме онлайн Утром и перед обедом и после обеда мы три раза проводили собрание И собрание транслировалось на корейском, на английском, на испанском, на французском и на китайском языке И сестра, которая переводила на испанский язык Она сказала, что в тот день 4000 человек, слушая слово, получили спасение и оставили комментарии Допустим, если 100 человек уверовали, тогда только 10 человек из них оставят комментарии Если 4000 человек оставили свидетельство, получив спасение То это значит, как минимум 50 тысяч испаноговорящих уверовали в Бога Я был удивлен Потом посчитали, и оказалось, что 2 миллиона человек слушали пасхальное собрание На самом деле, провести библейский семинар, где участвуют 10 тысяч человек, непросто А здесь нами заинтересовалось 2 миллиона человек, и они слушали слово Потом, 10 мая, мы проводили библейский семинар, тоже в режиме онлайн Я 11 раз проповедовал по 90 минут Потом мы попросили разные телерадиокомпании, чтобы они транслировали это слово в своей стране В начале всего лишь несколько телерадиокомпаний транслировали мои проповеди Но интересно, это число начало расти, и в конце концов 276 телерадиокомпаний транслировали мои проповеди Я был удивлен И мне казалось, что когда начались транслироваться проповеди, люди начали меняться по всему миру На самом деле, я очень не доверяю таким фактам Я думал, неужели это правдивые цифры? Мне сначала сказали, что 130 миллион человек слушали мои проповеди в первый день Я сказал, как такое возможно? Вы точно посчитаете, когда можно получить такую цифру Но чем больше телерадиокомпании начали транслировать мои проповеди? Их стало 500 миллионов В конце концов, 600 миллионов И в конце концов получилось, что 1 миллиард человек посетили наш семинар и слушали слово И подобного с начала существования этой земли не было такого Да, можно провести большое мероприятие в одной деноминации Но в этот раз мы провели мероприятие независимо от деноминации И весь мир слушал наше слово Есть деноминация, которая называется «Ассамблея Бога» И деноминация, которая называется «Церковь Божия» Это два самых крупных деноминации в США Правильно? Он из Америки и говорит, что я говорю правду И представители этих деноминаций участвовали активно в наших семинарах Я говорю, «Господи, кто мы такие, что, Господь, Ты позволяешь нам заниматься подобными делами?» Я был очень сильно впечатлен Это правда, но я не мог поверить Я проверяю, это факт И эта цифра растет все больше и больше И большинство, можно сказать, даже все христианские телерадиокомпании мира транслировали наши проповеди И причина того, что это стало возможным, очень простая Потому что я передаю Евангелие Бога Я был никчемным человеком Сегодня утром, когда я слушал выступление хора, я был очень сильно вдохновлен Я про себя думал, как можно так прекрасно исполнить это произведение Брат Дуглас, он пел басом Гармония мелодии, которая была вместе с ним, это было очень удивительным Как можно так прекрасно петь? Знаете, когда мы начинали, у нас не было ни одного специалиста в области музыки Моя дочь очень любила музыку Она хотела поступить в музыкальный университет Но мы были очень бедными, поэтому я даже не мог представить, что она может получить подобное образование Она начала заниматься музыкой, когда ей стало больше 30 лет Когда мы начинали наш хор Я услышал новость о том, что очень известное трио в Корее разошлась Это была очень известная группа Журналист из газеты Чо Саон написал об этом статью, и я прочитал эту новость Журналист говорил о том, что такая группа должна существовать Читая эту новость в газете Я подумал, три человека не были единой сердцем А в хоре как минимум 30 человек будет И говорят, что каждый член хора считает, что он лучше всех поет Потому что он думает, что к нему должны обращать больше внимания Поэтому ввести хор, организовать хор очень непросто Тут группа, которая состоит из трех человек, разошлась из-за того, что было разное сердце Сейчас у нас в хоре и оркестре уже 200 человек Но на тот момент я думал, как можно соединить 30 человек в единое Я очень много размышлял Я не был уверен, что это получится Но затем я начал дальше размышлять Нужно петь ради Евангелия Божьего И с того момента мы нашли рождественскую кантату И потом хор пел только ради Евангелия И поэтому, когда они выступали, обязательно мы передавали слово Были случаи, когда нам мешали, говоря о том, что мы проводим религиозную деятельность Однажды в одном театре сказали, что я сказал слово «Бог», и поэтому это религиозное мероприятие И поэтому сказали, что вечером мне нельзя вставать на сцену Тогда я начал с ним общаться Если говорят слово «Бог», это все религиозные мероприятия Даже в национальном гимне Кореи написано, что «Бог увидел нас» Это же ведь гимн нашей страны, и там есть слово «Бог» И тогда этот сотрудник ничего не сказал, ушел Когда я вижу, как Бог действует, я был очень благодарен Бог ведет нашу церковь Господь Бог ведет наш хор И также он ведет организацию IYF Об этом я хочу остановиться на этом Следующее, о чем я хочу сказать вам Наше сердце вот такое перед Богом А как вы думаете, какое сердце Господа Бога по отношению к нам? Когда наше сердце соединяется в единость с сердцем Божиим Господь Бог хочет очень многое сделать ради нас Сегодня мы говорим о царе Сауле Однажды Саул потерял ослицу, и он пошел искать ее Он долго ходил, искал ослицу Потом подумал, ладно, нужно вернуться домой Тогда слуга сказал о том, что здесь есть человек Божий Нужно пойти к нему и спросить Тогда Саул спросил, а у нас есть что дать человеку Божьему? Слуга сказал, вот в руке мои четверти клятс серебра Я дам человеку Божию, и он укажет нам путь И Саул сказал, хорошо Итак, Саул пошел к пророку Самуилу Перед воротами он увидел одного человека и спросил, где здесь человек Божий? И тогда Самуил сказал, я есть человек Божий Потом говорит Самуил, поднимись на высоту Я приготовил для тебя обед И Саул поднялся на высоту Тогда Самуил говорит повару, подай ту часть, которую я дам тебе И когда принесли, поставили его перед Саулом и сказали, ешь Саул немножко растерялся даже Потом начал есть Лег спать На следующий день, когда Самуил отпускал Саула Он сказал, чтобы слуга пошел впереди Затем налил елей на голову Саула и поставил его царем над Израилем И сказал, Господь помазал тебя Потом говорит, ты пойдешь и встретишь двух человек И что же они тебе скажут? Нашлись ослицы Но ты не вернулся Поэтому отец переживает, говоря, что с моим сыном И когда дальше пойдешь То придешь к Дубраве и встретишь трех человек Один несет трех козлят Другой несет три хлеба Они дадут тебе два хлеба И ты возьмешь из рук их Когда пойдешь дальше Ты встретишь охранный отряд филистинский Встретишь сом пророков, сходящих с Вастяте И перед ними Псалтырь и Птимпам и Северель и Гусли И они пророчествуют И найдет на тебя Дух Господень И ты будешь пророчествовать с ними И Самойл говорит, когда эти знамена сбудутся с тобою Тогда делай, что может рука твоя Ибо с тобою Бог Господь Бог очень ясно сказал о том, что Бог будет вместе с Саулом И как сказал Самойл, все произошло И затем Самойл стал царем Да, и после этого произошли разные события Пожалуйста, откройте первое царство, 13 глава 13 глава, 5 стих И собрались филистинляне на войну против Израиля 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы и народ множество, как песок на берегу моря И пришли и расположились в Мехмассе Написано, что филистинляне было 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы и народа множество, как песок на берегу моря Потом, пожалуйста, посмотрим 6 стих Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях и между скалами и башнями и во рвах 6 стих, пожалуйста, посмотрите Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях и между скалами и в башнями и во рвах А некоторые из евреев переправились за Ярдан, в страну Гадаву и Галатскую Саулжей находился еще в Галгаль, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгаль и стал народ разбегаться от него Затем, что написано? Самуил не приходил в Галгаль и стал народ разбегаться от него И в 9 стихе говорится И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы Всесышения и для жертвы мирной, и вознес Всесышение Здесь написано, что Саул вознес Всесышение Сейчас не время для Всесышения А почему же он принес жертву? Он принес жертву, потому что хотел, чтобы Господь Бог принял жертву и был вместе с Саулом Но что здесь очень важно Бог точно сказал, когда эти знамения сбудутся с тобою Во-первых, ты услышишь о том, что ослица нашлась Во-вторых, ты встретишь людей, которые дадут тебе два хлеба Потом у охранного отряда филистинского, то есть 36 пророков, которые пророчествуют, и ты будешь вместе с ними пророчествовать Смотрите, почему же Саул принес жертву? Бог говорит, не надо пытаться проверить, Бог с тобой или нет Когда все эти знамения сбудутся, это значит, что уже Бог с тобой Он будет у тебя действовать Если Саул начнет делать шаг Уже Бог ждет, чтобы действовать И Господь Бог очень ясно показал, что я с тобой Однако Саул говорит, что я поверю только тогда, когда Бог начнет действовать И когда Бог увидел эту сторону Саула, он очень сильно сожалел Если Саул сделает шаг Господь Бог хочет со мной трудиться Бог уже готов помочь Саулу И Бог говорит, Саул, нужно сражаться Тогда я буду действовать Об этом Господь Бог говорит Однако Саул же не видит, что Бог вместе с ним Знаете, когда Бог действует? Когда мы верим, что Бог вместе с нами И когда мы делаем шаг вперед Тогда Бог действует А мы же Хотим сначала увидеть, как Бог действует И потом только сказать, что Бог действует Но Бог действует тогда, когда у нас есть вера Но мы хотим поверить только после того, как увидим, как Бог действует Из-за этого появляется проблема Господь Бог действует у Саула Однако из-за того, что Саул хотел сначала увидеть, как Бог действует, поэтому он был оставлен Богом Богу было очень жаль Саула Поэтому если мы перейдем в 14 главу Мы можем увидеть, как Господь Бог хочет научить Саула Есть сын Саула Янафан Если отец Янафана умрет, тогда Янафан станет царем Другими словами, он наследний принц Но сейчас страна находится в большой опасности Люди все разбежались Все спрятались И поэтому можно сказать, что царство разрушено Даже если Янафан воцарится, как он будет вести страну, которая разрушилась Но какое сердце образовалось у Янафана в этот момент Да, нужно верою сделать шаг вперед Господу Богу было угодно, что Янафан делает шаг Янафан сказал своему оруженосцу Вступай, перейдем к отряду этих необрезанных Есть большая скала И можно сказать, две горы расположены друг против друга И он говорит, перейдем к этим необрезанным Если они скажут, поднимайтесь, тогда мы поднимемся Если скажут, оставайтесь на месте, будем стоять на месте Если скажут, оставаться, мы останемся Если скажут, поднимайтесь, мы будем подниматься Потому что это значит, что Бог предал их в наши руки И филистимляне собрались И видят, что изратяне вышли из пещер И филистимляне сказали, вот евреи выходят из ущелья И говорят, поднимайтесь, мы вам покажем хорошее И тогда Янафан сказал Пойдем Ибо Господь предал их в руки наши И гора была очень резкой, поэтому он руками поднимался на гору Почему? Потому что он верил, что Бог будет действовать Если сверху просто бросит копье, он может в любой момент умереть Но когда Янафан взобрался в гору Вдруг произошло землетрясение И филистимляне начали падать И просто нужно было их прокалывать копьем И Янафан ясно увидел, как Господь Бог действует Люди, которые верят в Бога Очень часто хотят верить в Господа Бога, как попало Порой мы отправляем наших служителей, миссионерами за границу Да, за границей есть разные проблемы и разные трудности Когда они сталкиваются с трудностью, им нужно верить, что Бог будет действовать Есть очень хорошее и важное условие, чтобы Бог действовал у нас Допустим, я приведу пример Для того, чтобы работало электричество Нужно через провода притянуть в здание электричества Если здание не соединено проводами с электроцентром То даже если у вас дома стоит хорошая техника Даже если у вас есть очень дорогая стиральная машина Она не заработает Потому что без электричества не будет работать правильно Даже если у вас есть хороший отделение не будет работать без электричества Нужно, чтобы электричество прошло через провода в здании И тогда холодильник заработает В стиральной машине есть мотор Когда электричество попадает в мотор Тогда поле катушка начинает двигаться и образуется электромагнит Оно так устроено, что когда одинаковые поля встречаются Оно начинает двигаться И когда оно меняется То получается плюс и минус Тогда втягивает С одной стороны тянет А с другой стороны отталкивает Помню, в детстве у нас был очень интересный учитель Который говорил, когда мальчик и девочка вместе, они тянутся друг к другу А когда два мальчика, они всегда ругаются друг с другом То же самое касается электричества Плюс и минус притягивают А одинаковые плюсы отталкивают друг друга И вместе минусы отталкивают друг друга Другими словами, одинаковые поля, они отталкивают друг друга А когда оно поворачивается То превращается в другую часть И тогда оно снова втягивает И оно начинает крутиться Когда в моторе образуется электрический магнит, мотор начинает двигаться А когда движется мотор, тогда работает стиральная машина И оно начинает крутиться И тогда вода, которая попадает, начинает пить одежду И таким образом очищается одежда от грязи Потом в конце ускоряют движение Чтобы вся влага вышла И одежду надо просто чуть-чуть высушить И все Однако, даже если очень хорошая стиральная машина Нужно, чтобы электричество попало в стиральную машину Даже если бы у вас была хорошая стиральная машина, но без электричества Не знаю, есть ли стиральная машина за 100 тысяч долларов Но даже если у вас стиральная машина стоит 1 миллион долларов Без электричества она не заработает А электричество проходит через провода А Бог наш действует в сердцах людей Поэтому Бог говорит, я буду действовать в ваших сердцах Самая большая ошибка Саула Знаете, в чем заключается? Бог сказал, когда эти знамения сбудутся с тобою Тогда делай, что может рука твоя Ибо с тобою Бог Так Господь Бог сказал Саулу Однако мы, люди Хотим поверить только когда увидим, как Бог действует Вы хотите верить после того, как увидите, как Бог действует Но Бог же хочет, чтобы мы до того, как увидим, как Он действует Поверили в Слово Божие И тогда Господь Бог будет действовать Да, среди наших служителей есть те, которые используют человеческие способы и решают какие-то дела Но поскольку у них нет веры в Господа Бога Бог не может действовать у них И? Они говорят, вот, Бог у меня не действует Я умру от голода Все, я хочу собрать вещи и уйти И из-за этого многие служители оставляют свое служение Но Господь Бог показывает, как Он действует Саул сражался с филисимлянами 30 тысяч коресницы 6 тысяч конницы А народа было, как песок морской А у Саула всего лишь несколько сотен человек И самое главное, они тоже находятся в страхе и разбегаются В этот момент Саул должен был сказать Не нужно бояться Бог вместе с нами Так Бог обещал мне Что когда эти знамения сбудутся, Бог будет со мною А это все произошло Поэтому давайте пойдем вперед Бог будет действовать Вот что нужно было Саулу Однако Саул хотел поверить только после того, как увидел, как Бог действует Из-за чего вся страна находилась в грани разрушения И в этот момент Ердан сделал, как было написано в слове 14 главе Что сказал Денофан? Перейдем к отряду филистимскому Может быть, Господь поможет нам Ибо для Господа нетрудно спасти честь многих или немногих И они идут к отряду филистимскому Когда Денофан размышлял В данный момент его отец царит этой страной Но страна в разрушении находится И поэтому даже если он воцарится, страны не будет Ему хотелось веры сделать шаг вперед Да, покажем всех к филистимлянам Скажем, вот мы здесь стоим Если скажут, поднимайтесь, мы поднимемся Это значит, что Господь предал их в наши руки Если скажут оставаться, мы останемся на своих местах Денофан делает так, чтобы Бог проявил свою силу в его жизни Однако Саус же не поступал так Он хотел увидеть, как Бог действует А Бог не действует в его жизни И Самуила нет Он находится в страхе Но Бог действовал через Денофана И филистимляне увидели, что Ненофан стоит перед ними и говорит, что Вот, евреи выходят из ущелья Подойдите, мы вам что-то скажем И тогда Ненофан говорит Послушай Что они сказали Это значит, что Бог будет действовать Пойдем И на руках они сбирались на гору И? Если сверху бросить копья, они могут погибнуть Но веруя в Бога, они поднимаются наверх Когда они взобрались на вершину Произошло землетрясение Вот посмотрите, прополнил, как трясется И люди... Они потеряли равновесие. Чуть-чуть прошлись, но 20 человек они смогли убить. И затем Господь Бог проявил огромное деяние. Знаете, что важно? Следующее. В 15 главе. Знаете, какое слово там? Это 15 глава, 1 стих. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя, царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай глаза Господа». Так говорит Господь Савауф. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, истреби все, что у него, не давай пощады ему, но предай смерти от мужчин до женщин, от отрока до грудного младенца». Наш Господь Бог хотел использовать Саула. Хотя Саул не верил в Господа Бога, не поступал во вере. Но Господь Бог хотел использовать Саула и истребить Амалик, и затем проявить свою славу. Да, поскольку, когда у него не было веры, он увидел, как Бог действует. Саулу надо просто поступить, как поступил его сын. Но очень жалко, что Саул, он лихомысленно относится к Слову Богу. Он следует за своими мыслями. Бог сказал истребить Амалик, предать смерти от мужа и до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до сла. Но царь Саул не истребил их. Убил только плохое среди волов-явец. Тучное, хорошее оставил, а ненужное истребил. И затем он не убил царя Агага, царя Амаликского. Знаете, что здесь важно? Люди, которые служат Господу Богу. Сатана часто дает им мысли о том, что ты молодец, ты все делаешь хорошо. Но когда появляются мысли о том, что я делаю хорошо, то они слушают Слово Господа Бога невнимательно, а как попало. Люди, которые получили спасение, читают невнимательно Библию. И живут не по Слову Господа Бога, а добавляя свои мысли к Слову. И когда Господь Бог это увидел, ему было очень больно на сердце. Однажды он сказал, «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг?» Господь Бог был вынужден оставить Саула. Потому что у него нет веры в Бога. Он следует за своими мыслями. Когда вы читаете Библию, ведете духовную жизнь, очень точно надо читать Библию. И нужно знать ясно сердце Божие. И когда вы делаете шаг за шагом, тогда Господь Бог удивительным образом будет действовать у вас. В этот раз мы проводили молодежный лагерь. Мы не особенные. Мы не умные. Или мы не трудолюбивые. Но одно. Мы хотели передавать Евангелие. Не только в Корее. По всему миру. И Господу Богу было угодно это. Да, у меня много недостатков. Я уверен, что и у вас есть недостатки. У нас есть что-то и человеческое. Но мы присоединяемся к делу Божьему распространять Евангелие. Когда мы проводим движение СЛФ или проводим мероприятие Ай-Вайф или Хор Гращас, у нас нет других причин. Одна цель — передавать Евангелие о крови Иисуса Христа. Поскольку мы присоединились к делу Господа Бога, то, что произошло в мае этого года, или то, что было во время Пасхи, а также в этот раз мы проводили мероприятие программы «Конис Корпс», мы видели, как Господь Бог удивительным образом действует. «Когда мы видим, как Бог действует...» Конечно, важно, чтобы вы усердно трудились перед Богом. Но тогда, когда вы ясно знаете сердце Божие... А узнать очень просто. Иисус сказал человеку, который болел 38 лет, «Встань, возьми, посей твои и ходи». Этот больной знает, что не может ходить. Когда он попытался ходить, с расшала появляются мысли о том, что «я не могу ходить». И когда появляются мысли о том, что «я не могу ходить», хочется остановиться, не двигаться. Но что значит «он сделал шаг»? Это значит, что Слово Господа Бога победило его мысли. Большинство людей, хотя верят в Бога, их мысли побеждают Слово Божие. Поэтому, хотя Господь Бог хочет действовать, но не может действовать. «Как бы вы ни трудились, ни прилагали все усилия, надо осознать, что мои мысли бессмысленны, и их нужно оставить». И когда вы начнете входить в веру в Господа Бога, когда вы достигаете определенного уровня, то вы почувствуете, как Господь Бог живет в вас и действует у вас. Тогда вы будете ценить Господом Богом. Бог станет намного важнее, чем ваше богатство, ваше будущее. И тогда вы будете идти по пути воли Господа Бога. И постепенно вы увидите, как Бог действует в вашей жизни. Знаете, за что я благодарен перед Богом? В последнее время Господь Бог через нашу церковь ведет так, чтобы Евангелие распространялось по всему миру. И я это увидел во время Всемирного лагеря. Мы впервые проводили в режиме онлайн Всемирный лагерь. Но в этом деле я увидел, как Господь Бог очень внимательно все реализует. Я был очень благодарен. Мы попросили нескольких президентов, чтобы они отправили нам поздравительное видео. Но, к сожалению, некоторые президенты, может быть, из-за того, что секретари не передали, не записали видео. Но все равно многие президенты отправили нам поздравительное видео. И после мероприятия я хочу написать благодарственные письма им. Потому что я видел, как они всем сердцем заботятся о нас. Я знаю нескольких президентов, и они отправляли нам поздравительные видеосообщения. Также многие министры помогают нам. И я видел, как многие люди содействуют нам. Но что еще важнее, я слышал их свидетельства. Свидетельства о том, как они получили прощение грехов. Представляете, как нашему Богу угодно это? В какой-то стране есть десятки тысяч церквей. Но в них нет людей, которые говорят, что они получили прощение грехов. Но когда в этот раз через семинар многие люди получили прощение грехов, вы представляете, как это было радостно Богу? Как это было радостно нашему Иисусу? Да, вот что мне хотелось. Почему вы не знали эту истину? Почему Бог не станет помогать нам, которые занимаются этими делами? Почему Он не будет действовать у нас? Господь Бог обязательно будет проявлять Свою силу в наших делах. Вы знаете, в моей жизни есть много событий. Вчера я был в посольстве Фиджи. Посол Фиджи очень любит изучать Библию. А сотрудники посольства стали нашей семьей. И посол Фиджи сказал, что хочет научиться играть на фортепиано. У нас были несколько старых фортепиано. Да, так скажем, бывшие фортепиано. И мы их передали в посольство, и один человек играл на фортепиано. И было очень хорошо. Наша сестра одна учит их играть на фортепиано. Знаете, они очень любят музыку. Когда я приезжаю к ним, чуть меньше 20 человек собираются в кабинете. И потом они поют хором. После их выступления просят, чтобы я передал им слово. На прошлой неделе я передавал слово пастор Пакпагон. Знаете, чуть-чуть я позавидовал. Потому что мне кажется, что им нравится проповедь пастора Пакпагона больше, чем мои проповеди. Ну, наверное, он, может, плохо меня переводит. Может, знаете, специально так переводит плохо меня. Однако я был очень вдохновлен тем, что произошло. Я передал слово и вышел. Когда мы проводили в этот раз молодежный лагерь, Бог показывал, что Он рад тому, что мы делаем. Сегодня молодая сестра вышла и свидетельствовала перед нами. Когда я слушал ее свидетельства, я был очень сильно впечатлен. Ей сказали, что, наверное, мало времени. И поэтому она свидетельствовала и даже не вздыхала. Я переживал, а вдруг она задохнется. У нее было очень прекрасное свидетельство. И подобных свидетельств в нашей церкви очень много. В наших сердцах переполняют эти свидетельства. Дорогие братья и сестры, давайте будем идти с нашим Господом. Оставим формальную духовную жизнь. Не что-то человеческое. Господь Бог сказал Саулу, «Сделай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог». Но вы ведь сегодня не верите в это. Кажется, что вот со мной нет Бога. К вам же ведь приходят мысли о том, что Бог не будет у вас действовать. Нет, это не так. Господь, Бог хочет действовать у вас. Да, вы думаете, а как Бог будет у меня действовать? Как у меня может это произойти? И упускайте самый хороший шанс. И состались уже, верно? Господь, Бог с нами. Бог со мной. Бог спрашивает, что ты хочешь? А, Бог хочет, чтобы этому человеку я передал Евангелие. Да, мне хочется страшно, но Бог будет мне помогать. Надо будет передать Евангелие. Нужно будет предложить Ему Слово. Тогда Бог будет действовать. Вот так нужно начинать. И Господь Бог уже живет в вас и действует. Саул же хотел сначала увидеть, как Бог действует, а потом делать шаг. Но Бог говорит, это неправильно. Уже я с тобой. Когда получите прощение грехов, когда вы поверите, что точно ваши грехи, а мы ты. Тогда попробуйте верою сделать шаг вперед. Наш Бог уже действует в вас. Вот чему учит наш Бог. Саул же сделал, что вся страна была разрушена. Янафан же говорит, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам. И Янафан начал идти вперед. Произошли удивительные деяния Божие. Произошли удивительные деяния Божие. Действительно, Он устребил всех филистимлян и одержал великую победу. Теперь мы имеем два пути, чтобы передавать Евангелие. Первый – путь Саула. Второй – путь Янафана. Саул хотел идти вперед, увидеть, как Бог действует. Вы хотите увидеть, как стиральная машина заработает, и потом подсоединить электричество? Надо же подсоединить электричество, чтобы стиральная машина заработала. Не нужно ждать, чтобы сначала увидеть деяние Бога. Поскольку Господь Бог уже с вами. Если Бог дает вам какое-то сердце, сделайте шаг. Тогда вы увидите, как Господь Бог удивительным образом действует в вас. Когда жена с сыном пророческого раздевала масло, она была очень сильно вдохновлена. Я такая плотская женщина. Я не верила в Бога. Но даже такая я наливаю масло, и масло течет. Она была очень сильно тронута. И мы веруем в Господа Бога. Не нужно сначала увидеть, как Бог действует, а потом верить. Тот Иисус, который очистил мои грехи, Он со мной. Не ждите сначала деяния Божьих. Сначала сделайте шаг вперед. Тогда вы увидите, что Бог уже все приготовил, чтобы действовать у вас. У наших братьев-сестер. Без исключения. Если вы увидите, как Бог действует, вы станете совсем иными людьми. И вы будете счастливы в вашей старости. Ваши дети получат благословение. Безграничную радость и славу вы сможете испытать. Я верю, что Господь Бог через вас совершит удивительные дела. Верите ли вы в это? Господь Бог со мной. Я тоже не поверил после того, как я выздоровел. Когда я поверил, тогда Бог истелил мой желудок. Не ждите сначала деяния Господа Бога, чтобы потом поверить. Уже Бог действует у вас. Он уже проявляет свое деяние. Вы же сделаете шаг. Вы сможете увидеть удивительное деяние Бога. Если Господь Бог будет вместе со всеми нашими братьями и сестрами, я уверен, что страна изменится и изменится весь мир. Очень грустно то, что Саул в конце концов был оставлен. Бог не хотел так действовать. После Саула Бог поставил Давида, которого Бог использовал. Он шел верою. Верой шел вперед. И тогда Бог действовал. Также вы вместе с Богом совершаете удивительные дела. Я желаю, чтобы Бог благословил ваши жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok